Народ, всем привет! У нас снова рубрика, в которой мы поговорим о вечном. Нейросети приходят и уходят, но промпты, а точнее вписанные в них стили, они вещи не приходящие. У нас уже были стили, которым лет по 400, поэтому эта концепция очень даже серьезная. Итак, мы поговорим про различные стили, которые можно использовать в нейросети, а конечно же смешивать их между собой, а также о некоторых других нюансах при генерации изображений. Для начала разберем вот такой вот стиль. Токены, которые участвуют в генерации этих картинок, не особо сложные, их сочетание также может быть где-то тривиально даже, но картинки получаются очень интересные, стиль приятный. Давайте посмотрим, из чего состоят такие картинки. В жанре портретного фото очень часто объект ставят перед какой-либо стенкой, представляющей собой либо текстуру, какой-то интересный принт, распечатанный на широком формате, да специально для фона. Также здесь мы определяем, что женщина стоит перед стеной. Striking appearance создает контраст объектов, то есть задает такую концепцию, что женщину нужно отделить от фона, обязательно. В этом и есть суть striking appearance. Дальше глаза, смотрящие в камеру, думаю здесь понятно, объяснять не нужно. Стиль имеет современную и артистичную репрезентацию. Modern в данном случае нейросеть будет относить к модерну. Modern, как правило, выражается в различных геометрических фигурах, часто ассоциируется с различными Bauhaus, абстрактными экспозициями и так далее. Очень насыщенная темно-оранжевая подсветка. Как вы заметили, фон и боковое освещение у этой девушки именно в таком ключе и отображается. Ну а раз темно-оранжевая подсветка, то можно добавить еще low key и extreme контраст. Времена, когда мы избавлялись от сильного контраста в нейросетях, давно прошли, поэтому можно не бояться такого токена, как extreme контраст. Геометрический фон, запятая Bauhaus. Bauhaus можно не добавлять, но если нейросеть хорошо знакома с интерьерами, либо с архитектурой в этом стиле, то будет конечно не лишним. Вот такой набор ключевиков дает вот эти вот прикольные достаточно портреты в стиле low key. Насколько я помню, в предыдущем видео у нас еще были заменители для low key, другие токены, которые делали нам темные картиночки с темным освещением. Классный стиль, но это была всего лишь разминка. Поехали дальше. Стиль, в котором присутствуют элементы общие для различных нейросетей, но правда нейросети имеют тенденцию рисовать в итоге эти картинки по-своему, при этом сохраняя то, что мы здесь сейчас зададим и то, что мы здесь будем сейчас разбирать. Все зависит конечно же от модели, но анимешные модели весьма неплохо с этим могут справляться. Мы здесь видим насыщенные цвета, эффект glow, все это между собой сочетается, и есть один ресурс, на котором установлены лоры, которые можно включать одновременно, запускать это на анимешные модели и все это будет выглядеть очень-очень круто. Кто-то из вас возможно уже узнал один из таких токенов, потому что он есть на одном популярном ресурсе, сейчас мы к нему перейдем, здесь написано glow wave visuals. Wave в данном случае это что-то типа движения, направления, например как retro wave, есть музыка retro wave, есть визуально стиль retro wave, можно даже заменить retro wave на retro punk, либо как здесь glow wave заменить на glow punk. Glow это эффекты свечения, создаются либо каким-то сильным светом, либо сильными отражениями, свечение воздуха также сюда входит, ну и тому подобное. Следующий важный токен bright color pop, обозначает цвет, который очень сильно выделяется яркостью, а также насыщенностью. И ресурс, о котором я говорил, это Leonardo, здесь вот эти лоры, они представлены как элементы, называются, да, и вот эти названия glow wave и color pop. Когда вы генерируете на Leonardo, вы можете вот эти вот ключевые слова не указывать в промте, потому что здесь уже есть эти лоры, но вот эти ключевики понадобятся, если вы генерируете это где-то еще, где этих лор нету. Например, вот эти результаты генерирует Dali-3 и там подобных элементов просто-напросто нет, все работает через ключевики. Дальше здесь присутствуют еще вот такие токены, то есть cinematic lighting, hyper maximalist, максимализм мы уже разбирали, максимализм делает много ярких насыщенных деталей, extremely detail, то есть экстремально детализированный с богатым цветом. Вот такие вот очень насыщенные картинки получаются при использовании таких токенов. Дальше стиль, который мне попался случайно, но который меня удивил своей цельностью. Давайте обратим внимание на вот эту картинку. Видно, что здесь все полностью сделано из дерева и совершенно не вызывает вопросы любые детали на этой картинке. Все детали здесь полностью соответствуют материалу из дерева. Дерево имеет разный окрас. Вот эти темные части, например, волосы, как будто бы покрыты морилкой, то есть любые виды обработанной деревянной поверхности здесь отыграны очень-очень здорово. Здесь, где у него висит ремень на плече, также очень здорово это выглядит. Корректные блики, как будто это сделано из настоящего дерева. И здесь у нас получается такая сложная штука, что один стиль находится внутри другого стиля. Вот, например, как в фильме Inception, один сон находился внутри другого сна. Получалась такая некоторая инкапсуляция. Здесь происходит то же самое. Смотрите, все деревянные детали выглядят очень реалистично. Это значит, что общий стиль для этой картинки это реализм, либо гиперреализм. И внутри этого реализма реализуется другой стиль, то есть вуд карвинг, вырезание из дерева, покрытие дерева лаком и тому подобное. Отрабатываются сразу два стиля. Выглядит совершенно потрясающе. И давайте посмотрим, какие токены здесь использованы, какие токены приходят на помощь в генерации таких картинок. Для такой вложенности стилей, кстати, нужна мощная нейросеть. Например, Stable Diffusion может такого не понять и нарисовать не совсем так круто, как здесь. Итак, портрет Персона в стиле вырезания по дереву. Дальше идет фраза The color palette is bright colors in orange and red. Обозначает ограниченную палитру, что как раз и должно присутствовать вот на таких вот картинках. То есть вырезанная из дерева композиция не должна иметь какие-то там насыщенные цвета. Множество различных оттенков, она должна иметь несколько цветов. Красный и оранжевый как раз таки должны здесь присутствовать. Дальше смотрите, если начинаются генерации, которые выбиваются из этого стиля, то есть здесь у нас уже рука похожа на какой-то нарисованную, глаза уже какие-то реалистичные пошли. Стиль уже совершенно не тот, то есть нету такой монолитности, цельности деревянного такого представления. В этом случае, если нейронка начинает что-то похожее рисовать, можно еще добавить realistic wooden carved bas-relief. Bas-relief, вот так вот пишется на иностранном, bas-relief. Он означает немножечко выделяющиеся из плоскости изображение полуобъемное, либо полускульптуру какую-то, которая немного выпирает так из стены и дает понять нейросети, что мы от нее хотим. Вот такой вот очень прикольный стиль, но опять же нужна мощная нейросеть для того, чтобы это все хорошо отрисовывать. Потому что есть нейросети, которые с этим совершенно могут не справиться. Дальше, друзья, очень простой и классный пример и ключевизм здесь будет прям незаменимый. Вот посмотрите на эти картинки и скажите, что нужно дополнительно задать в промпте, дополнительно определить, чтобы картинки приобрели большую глубину и стали интереснее, чем без этой концепции. Вот особенно на этом фрагменте. Это, ребятки, long shadows. Very long shadows. Потрясающий совершенно токен, который мне захотелось применить, когда я генерировал вот подобные изображения. Изображения не только могут быть вот в виде такой векторной графики, которую вы видели в предыдущих картинках, но и на любых фотографиях. Кстати, вспоминая различную живопись, где люди уходят в закат, либо на рассвете какие-то фигуры появляются на горизонте. Я вспоминаю, что там как раз такое отсутствовало, да, а не плохо бы, чтобы оно там было. Совершенно потрясающая концепция и незаменимая, я считаю, подобного плана в картинках. Здесь все очень просто. Один вот такой вот токен, но посмотрите, какой эффект он дает. Very long shadows. Это то, чего не хватало человечеству все это время. Дальше. Стиль, который я использовал в картинках в Телеграме, он просто состоит из множества разных компонентов, из множества разных концепций. Давайте разберем его составляющие. Начинается он у меня так. Retro photo of a man and woman. Но этого, конечно же, недостаточно. Множество радиоволн, которые излучаются из их голов. Если нужно, чтобы было вот как на этой картинке, то black and white colors low key. Дальше научный стиль 80-х годов. Чипы Neuralink. И если вы в конце где-то припишите инфографику, то видите, такие вот будут линии в виде диаграмм, каких-то там геометрических сплетений. Вот так вот это будет примерно выглядеть. Как видите, здесь много токенов, но вот эти вот основные, они обеспечивают такое визуальное представление. Такое вот классное и сложное сочетание стилей. Дальше, друзья, будет не очень обычный пример для этой рубрики, потому что мы будем говорить не о сочетании стилей, а вообще о способности нейросети воспринимать какие-то концепции. Здесь сложная концепция. Примерно такая же, как мы обсуждали при резке из дерева. Вот эта часть промпта я ее видел где-то в интернете. И смотрите, какой элемент здесь есть. Вообще здесь написано о галактиках, о различных космических явлениях, которые заворачиваются в геометрическую форму. Но самое главное, это вот это вот последнее предложение. То, что эта картинка предполагает мага, который имеет связь на материальном уровне с материей пространства. То есть он в нее вплетается. Согласитесь, достаточно сложно даже человеку такое представить. Человеческая фигура вплетается в материю пространства. Какая нейросеть сможет это нарисовать? Конечно же, самая мощная, да и то не всегда. Если промпт сложнее, чем вот это вот одно предложение, то получается, например, что-то типа такого. Никакого вплетения в пространство здесь не присутствует. Есть различные свечения, которые описаны не вот таким вот простым предложением, а промптом, который более насыщенный, в котором это предложение присутствует. Чем больше и насыщеннее промпт, тем хуже нейросеть улавливает сложные концепции. Запомните это. Но при простом предложении нейросеть может отработать такую сложную концепцию. Это, конечно же, Дали-3 мощная нейросеть и посмотрите, как она отрабатывает вплетение мага в пространство космоса. Маг по краям, видите, распадается на разные волокна, на разные молекулы. Таким образом отыгрывается вот это вот вплетение. Нейросеть здесь не схалтурила. Остальные нейросети с этим могут не справиться. Нужна мощь реальная. Здесь тоже это более-менее присутствует. В этом примере, видите, здесь отыгрывается это вот таким вот шлейфом, где материя распадается на различные кусочки, имеющие вот такое вот движение волнообразное. Очень здорово. И это, опять же, Дали-3. Более примитивные нейросети вообще не смогут это практически никак отыграть. Это у нас Imogen от Google. Нейросеть, которая хорошо учитывает токены, но не достаточно мощная, не настолько мощная, как Дали-3. Это вот Stable Diffusion. Здесь вообще ничего похожего нету, хотя промпт простой. Состоит из одного предложения. Единственный элемент вообще, на который мы обращаем внимание здесь, сразу же, это, конечно же, вот такие вот руки страшные. Это SDXL. Ничего хорошего на таких вот слабеньких нейросетях мы, используя такие сложные концепции, не получим. Даже самые мощные нейросети не всегда могут подобное отыграть. Вот, например, здесь у нас, опять же, Дали-3. И здесь этот токен не очень хорошо учтен. Дальше, друзья, вот такие вот легкие приятные картинки, для которых нужно строго задавать промпт. Потому что иначе нейросеть может рисовать более жесткие варианты, вплетать какой-то кубизм и прочее. Эти картинки тоже, конечно, классно выглядят, но нейросеть может легко запутаться в деталях, поэтому давайте перечислим токены, которые нужно здесь применять. Вот при таких токенах некоторые нейросети прям настойчиво начинают рисовать какой-то кубизм с наличием линий, контуров, что, например, просто не задано в промпте. Чтобы этого не происходило, чтобы смягчить формы, я меняю начало этого промпта вот на такое. Dreamy Soft Colorful and Abstract Expressionism. Легкий, мечтательный, абстрактный экспрессионизм, изображающий городскую улицу. Смесь пастельных тонов, воображаемые здания, нарисованные различным цветом. Используя такой промпт, можно добиться вот таких вот потрясающих картинок от нейросети. Опять же, очень хорошо, если вы используете мощную нейросеть, тогда вы получите результаты наиболее близкие к этим концепциям. Ну и некоторые другие нейросети тоже, в принципе, могут давать интересные результаты. Вот такие вот картинки, например, рисовал Imogen 2. Арт-стиль у него получается достаточно хорошо. Это рисовало близкая к Imogen нейросеть, которая называется PixArt Alpha. Тоже прикольные картинки, но вместо экспрессионизма здесь скорее получился абстрактный импрессионизм. Еще одна картинка, которую я часто использовал в Телеграме. Здесь античные фигуры, которые предстают в виде каких-то киборгов с механизмами. Очень прикольно, выражающие какую-то философскую высоту и научные технологии. Мощные нейросети вообще без проблем это рисуют. Для более слабых, типа Stable Diffusion, потребуется дополнительный пинок в виде контролнета, контроля стилей и тому подобного. Начало промпта может быть таким. Лирическая, философская и апокалиптическая музейная скульптура Микеланджело в половину тела. Другое начало. Римская, имперская, дальше то же самое философская музейная скульптура. Дальше кибернетические механизмы, большой масштаб, монохромная картиночка и драпировки из одежды. Драпировки это вот такие вот свисающие материи, которые прикрывают различные части тела скульптуры. Некоторые генерации, скажу я вам, прямо впечатляют и просто потрясающие. Вот как это. Единственное, только еще инпейнтом можно было бы убрать то, что у него происходит на голове. Там эти детали лишние, но все остальное просто восхитительно. Если вы генерируете на слабеньких нейросетях, понадобятся, наверное, референсы. Если на мощных, то я думаю нейросеть поймет вас с полуслова, потому что концептуально здесь смешивание стилей, оно не особо сложное для понимания. Взять какую-то скульптуру, взять киборга с механизмами, объединить их в одно целое, это не настолько сложно, как вплетать мага в материю космического пространства. А также легче, чем сделать взаимовложенные стили, что, если подумать, достаточно сильная нагрузка на концептуальную обработку нейросетью. Вот так вот, друзья, вот такие вот прикольные стили были и в этом видео. Многим эта рубрика очень-очень нравится. И это была уже седьмая часть по смешиванию стилей. Благодарю всех, кто ставит лайки и подписывается. Всем удачи. Также благодарю всех, кто подбадривает донатами, что дает дополнительный стимул, убирает лень в процессе производства видео, как, например, в данном случае. Ну и на этом все. До новых видео. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok